всем привет итак вот такая купленная анимация в интернете именно анимация бега лошади это вот все платное то что я пытался сделать именно самому сам делал вот этот риг и сам делал вот скелет лошади задача в чем состоит как теперь если у нас есть нормальная анимация вот это вот есть вот скелет и надо заменить этот скелет полностью ну как на другую лошадь да давайте посмотрим как это можно сделать здесь вот оставляем 15 кадров остальные control и и delete delete удалить ключевые кадры здесь переключаемся на конец 15 кадров enter и сейчас я пока переключусь на английский язык что делаем так единицы на нампаде тройка на нампаде сначала нам нужно полностью вот этот риг попробовать поставить именно стандартную позу так открываем посмотрим смотрим где тут какие именно констрейны или как они тут называются и получается g вот так мы это все сюда перетягиваем теперь р получится нет вот этот констрейн тоже теперь еще g вообще вот настройка вот этого рига я его маму g g как-то так теперь по моему это его кость вытягиваем вот эту косточку r перекручиваем теперь выбираем вот эту штукенцию теперь так вообще неудобно ему это руководить чтобы знал это вот косточка на которую он смотрит это косточка р которая только передвигает ногу так теперь это другая кость это шиздец это пацаны шиздец так р немножко перекрутим g и вот как этот локоть опустить я вообще в душе не парю ну только если вот эту косточку тянуть вот так вот вниз ну тогда это кость вообще тут все ломается так как же это все сделано тут я его маму как если здесь поставить по нолям и вот эту штуку тоже по нолям вроде стало так теперь что делаем тройка на нампаде g косточку подправляем эту косточку подкручиваем чтобы она стала к той кости так но вроде ноги стали так теперь тройка на нампаде и попробуем вот эти ноги тоже так это опустим g сюда это g вот так выбираем тут все ставим тоже по нолям следующую косточку тоже по нолям и вот эти кости давайте тоже по нолям поставим они тут по нолям и стоят вот эти может вот до 0 0 0 и так далее все в ноли и тут тоже 0 смотрим где она оказалась тройка на нампаде g вот эту g так и это какой-то с чем-то g вот так наверно ну что-то вроде получилось и эти тоже косточки эти по нолям и вот эти все тоже по нолям 0 enter 0 enter и так далее так это кость по нолям так это кость тоже по нолям и нужно ее тоже развернуть так вот эту косточку или вот эту берем так эту сюда на эту джи сюда как-то все кости стали смотрим теперь тело семерка на нампаде вроде ровная без изгибов так тройка на нампаде хвост оставляем все оставляем теперь нужно что сделать переписать этот кадр да а и локрот перетаскиваем его джи на нулевой кадр и прописываем заново а и локрот первый кадр смотрим ну в принципе нормально теперь что нужно сделать это сохранить все это сейв ас допустим рабочий стол единица назначим и сохраним так вот нам нужно вот эта поза теперь заходим в object mode убираем все косточки тройка на нампаде и делаем скриншот для чего чтобы нам модель другую поставить именно в такую позу так теперь мы это все дело пока забываем открываем ту модель которую мы хотим допустим поставить это значит хорс это вот такая вот модель тройка на нампаде что здесь не так если сейчас мы будем тут тоже вот этот рик он будет ломать шею вы видите что дополнительных костей нету вот тут это если мы уберем вот это костью здесь работает эта кость вот только поднимает control z control z и что сделаем мы сюда вставим свои кости переключимся в edit mode видите как тут кости тоже установлены это ру кости это направляющие это хвост и так далее нам эта фигня не нужна по смотр так обжиг мод вот эти вот настройки каждый под себя настраивает но так неудобно стандарте привык уже так вот мы тебе нужно выбрать кое кости вот это сначала гриву так зайдем теперь в модификаторы применим привязку выберем теперь кости так лошадь выберем опять же привязку примем арматуру и теперь выделим вот эти кости и нажмем делить теперь делаем что shift а добавляем арматуру сингл бон вставим ее via port display in front чтобы видеть спереди и заходим так заходим в edit mode выбираем косточку делаем ей с выбираем вверх кости делаем ей r выбираем саму косточку т английская открывает боковую панель и мов поможет нам вот это все дело подставить так вот все это дело подставляем что нам нужно нам нужно просто сделать ноги уже в принципе стоят как в этом подготовлены поза есть короче теперь я вытягиваем позвоночник вот здесь добавляем побольше костей на шею потому что нам нужно ее повернуть так теперь от хвоста делаем косточку вот эту отсоединяем alt p clear parent делаем ей g делаем ей g делаем ей rg подставляем g и делаем ей и и и так далее так теперь сразу вяжем к этой кости control пи кипов сет так здесь теперь просто добавляем кость мы вот эти кости надеюсь двигать не будем alt p clear parent отсоединяем единицы нам пади и подводим с помощью мов вот сюда вот так раз выделяем вот эту косточку g так смотрим тройка на нам пади чтобы нам это кость потом не мешала сгибать вот эту нормально шею так ну а теперь делаем ноги е е е и вот отсюда тоже е выводим кость если вдруг понадобится нам подправить все таки ноги clear parent и соединяем вот эту кость вот с этой control пи кипов сет в принципе можно взять теперь вот эту ногу полностью сделать shift d чтобы не морочиться и с помощью мов перенести вот сюда вот так так теперь выбираем низ кости вот эти нижние кости так мы их подставляем вот это вот кость g пусть подальше будет это не есть хорошо так теперь что вот эту ставим на щиколотку вот эти кости еще чуть-чуть смещаем вот эту кость выводим вот сюда в принципе вот это кости не нужно вот это вот ну пусть повисит вот так вот теперь мы их соединяем вот с этой косточкой кипов сета эту соединяем с задней косточкой control пи кипов сет так это нога будет гнуться вперед значит тут эту косточку нужно чуть-чуть увести сюда а эту чуть-чуть вперед эту вот так отсоединяем ее alt p clear parent выводим ее alt p clear parent доедит не хочет отсоединяться ну и хрен на нем ее делить просто тогда бомб отсюда вытянем опять же е косточку вот так вот и и отсоединим alt p clear parent сделаем и с g подставим на грудь сюда то он так единица нам поди уведем ключицы тройка на нам поди вяжем ее на эту кость control пи кипов сет и теперь вот эту кость вяжем на эту control пи кипов сет так ну в принципе все чтобы нам изменить позу достаточно так теперь единицы нам поди копируем все вот эти кости смотрим чтобы они все выделились именно вот эти и делаем единицы нам поди шивды щелчок и перетаскиваем их так пардон control z правая кнопка мыши мира их с global перетаскиваем их вот сюда вот такая штука так теперь заходим обжигнут тройка на нампаде выбираем сначала коня выбираем гриву и выбираем теперь кости control пи у это автоматик виджет все это дело вяжем тогда заходим теперь посмот назначаем control так пардон control шип c inverse kinematic на две кости эту теперь control шип c inverse kinematic на две кости и с этой стороны тоже самое проделаем контрол шип c inverse kinematic две кости и здесь такая же фигня все так 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 только на нампаде давайте попробуем g вы видите что голову мы не можем сейчас перетаскивать вот крутить мы ее можем так если мы сейчас наклоним вот увидите тоже идет излом вот этот излом это не есть хорошо мы сейчас все это дело подправим зайдем в edit mode делаем shift d косточку r ее вот сюда погружаем центр так тройка на нампаде и делаем shift d вот сюда заходим теперь в посмот а в обжиг мод перевязываем полностью наш рик и персонажа control пи with automatic виджет теперь выбираем косточки так еще нужно картинку закинуть закидываем картинку делаем ей с джи подставляем еще раз с это не то по моему картинка ну-ка джи единица так семерка тройка не она делает не она делит вот так вот это она теперь делаем с и делаем g подставляем еще немножко G тройка на нампаде выбираем теперь именно нашу лошадь кости и заходим в edit mode пардонте post mode выбираем значит это все дело вот так вот и делаем R так тогда у нас уходит вот эта кость пускай не беда мы ее просто вытянем вперед для того мы ее и сделали и эту тоже подставим теперь R выкручиваем так еще выкручиваем эту тоже выкручиваем эту косточку тоже можно пониже эту тоже пониже эту значит к голове G и эту тоже вот так вот вытянем главное чтобы ее тут не ломало так теперь что делаем вот эту кость делаем R это кость это кость ровно это кость вот нормально так это значит G нет эту Ctrl Z не надо трогать теперь выбираем картинку делаем ей S еще вот так вот G выбираем наш хвост и вот сюда его как бы G подставляем лошадь немножко подгоняем G лапу подводим эту тоже подводим эту вперед и эту вперед так что-то в таком духе получается так если мы сейчас еще раз S лошадь уменьшим эту дальнюю G немножко ее подгоним тогда получается нам лапы надо вот сюда вытягивать так раз вот так вот здесь что у нас получается ну вроде не так сильно поломано можно будет потом и свечу подкрутить теперь R еще вот эту ниже опускаем выравниваем теперь наши вот эти косточки с хвостом вот так вот все нормально но нужно еще гриву подогнать так единица на нампаде тройка на нампаде так 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 зайдем теперь выберем гриву выберем кости object mode и делаем ctrl p with empty group теперь выбираем только гриву заходим в модификаторы и добавляем data transfer выбираем лошадь вот здесь вот с гривой чуть-чуть вот казус получается ну хвост нормально лел гриву так vertex group применим и зайдем наверное нет ctrl z это нам не подходит зайдем значит edit mode так ctrl z выберем рентген выберем нашу вот эту гриву сделаем r сделаем так еще раз r так как-то теперь вот эти части выбираем g подгоняем r перекручиваем g на голову подставляем эти опускаем как-то до тела ну в принципе все нормально ну и вот эту часть тоже как-то r перекрутим ну в принципе грива находится на лошади так вот здесь что тут еще g g чуть-чуть ей тут видом придать хоть так вот заходим теперь object mode и чего это понятно делаем ctrl z ctrl z ctrl z ctrl z теперь значит object mode и зайдем в sculpting значит тогда как-так-так-так-так скриптинг ну по вот неудобные тут настройки так вот это что это такое ладно потом это удалим и где тут скульптинг искать я его маму так эту значит картинку можно делить вот эту часть не привязалась вот эта часть а грива нормально все не трогаем ее единственное вот эту часть как-то надо удалить заходим и где мы находимся вообще а вот так edit mode не поможет нам значит обжиг но все так оставляем вроде лошадь в нормальной позе теперь применяем в гриве делаем апли лошади применяем настройку арматуры апли теперь можно вот эту арматуру delete и вот теперь можно с гривой поработать это все так и останется так edit mode рентген английская c проводим правой кнопкой мыши снимаем delete вертикс и все это нам уже не помешает теперь заходим object mode шейдинги так что еще можно сделать чтобы пока косяков не было нужно поудалять вот это здесь настройки вообще то можно с этим закидывать но тут какой косяк тут есть еще одна лошадь к этой лошади присобачена еще одна лошадь ctrl z коллекция вот это delete это кто у нас тут коллекция delete вот вы видите что у человека здесь две лошади вот эту лошадь и вот эту гриву мы делаем delete теперь выбираем вот эту лошадь и нашу гриву делаем ctrl и и стараемся все удалить то что нам не надо здесь еще арматура есть так где она тут находится вот она еще одна horse вот мы ее сейчас и delete так это кто у нас тут delete это коллекцию так это значит delete кости вот они еще delete коня выбираем гриву выбираем ctrl и delete остается у нас грива и остается вот эта грива все текстуры я все поудалял нужно сначала еще разобраться как они тут потом их присоединить так вот еще вот эта часть вот эта часть ее можно немножко пролепить или так давайте правда что зайдем теперь в sculpt mode выберем тянучку так и теперь реча все тут не так настроено вот я его туда так ну ладно где тут ось x у него установил я его маму так ну ладно shift так это все поправляем вытягиваем здесь где-то уменьшаем корректируем вот эту часть тоже можно приподнять забыл какая клавиша ее alt shift control многое забывается столько информации если часто это все дело не делаешь какая-то информация для этого я канал свой создал чтобы можно было вспоминать то что забыл так вот где тут у него ползунок устанавливается нахрена это все убирать я его туда и ищи теперь бряй только горячими клавишами какие они ctrl z ну короче суть вопроса вот такая не настраивайте как вам говорят вот это настроите под себя уже есть базовая настройки все есть с этим и работайте так вот еще ноги у нас тут надо посадить пониже так значит что сделаем object mode выбираем и немножко r вот так вот ну так уже будет нормально теперь сохраняем все это fbx форматом сэйф 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 экспорт fbx рабочий стол это вот еще плюсом экспорт и теперь открываем наш этот файл blend 1 don't save почему мы ставили в такую позу допустим лошадь потому что когда вставляются кости лошадь находится в какой-то позе правильно если как это все дело проверить заходим в edit mode и увидите что лошадь у нас становится именно вот вот так она и была сделана и потом вставлялись кости а потом уже в анимации вот эти прописывались кадры и первый кадр вот этот нулевой просто ну как он не прописан был не прописан так теперь мы заходим в object mode и импортируем импорт вот этот fbx файл horse2 вот теперь тройка на нампаде делаем s ставим на первый кадр вот как мы поменяли нашу лошадь так смотрим что тут да как так и теперь получается нашу лошадь нужно нормально сюда подогнать посмотрим так это вот так выберем кости и посмотрим в какой позе стоят задние ноги у нее edit mode вон все это нормально это нормально это хорошо нужно теперь object mode нашу лошадь отодвинуть еще дальше вот так вот ну а теперь эксперимент вот этого скелета мы удаляем сначала применяем к нему полностью арматуру полностью все его настройки вот настройка жидкости тут все вот теперь его можно удалять он за собой кости не потянет теперь у нас стройка на нападе есть у нас персонаж грива и есть у нас вот этот вот риг жмем ctrl p width automatic widget перевязываем вот этот риг на этот риг и смотрим что у нас получилось а получилось у нас что лошадь бежит ее немножко вот нужно подкорректировать и удалить вот этот первый кадр потому что мы его делали специально чтобы подогнать к нему позу так тут вот еще вы видите что кое-что не не подошло к этой лошади немножко нужно корректировки ну в принципе это уже как говорится мелочь ctrl z ctrl так погодите ctrl z ctrl z ctrl z тройка на нампаде и попробуем мы еще вот эту лошадь g так немножко увести и немножко подправить так только на нампаде сохраняем этот файл и пас плюс это будет у меня теперь второй файл теперь перевязываем опять же ctrl p width automatic widget привязка удаляем первый кадр он нам не нужен delete keyframe выключаем видимость костей ну теперь костями нужно просто кое-где лапы подправить смотрим короче как он бежит вот этот зеркальность тоже отключить как она тут отключается ну вот допустим вот раз и вот здесь у нас на седьмом кадре косяк вот да давайте еще вот что сделаем удалим второй третий четвертый шестой седьмой восьмой девятый одиннадцатый двенадцатый тринадцатый четырнадцатый кадры удалим delete keyframe смотрим смотрим на десятом кадре у нас косяк включаем смотрим что тут тянет не так выбираем кости и заходим посмотрим какая косточка вот она вот эта кость ушла вы видите и все это дело перепрописываем где-то перекручиваем так это пардонте настройка здесь стебанутая я его маму так вот мы где-то что-то тут подкручиваем где-то вот кости можем тоже немножко подправить ну словом подкорректировать уже анимацию так вот нужно подправлять теперь вот десятый кадр находим эту кость почему она сюда ушла она была не а она просто привязалась эта кость была близко именно к лошади переписываем допустим а и лок рот вот так теперь на каком кадре косяк ну тут все в принципе нормально нужно вот здесь вот еще вы видите что вот эти части так где она тут косточка это так если вот эту косточку взять R так ctrl z g вы видите что ломка идет нужно просто заняться теперь корректировкой вот так где-то кость ставится а и лок рот смотрим на этом кадре тоже немножко нужно кости подкорректировать факт что хвост еще можно переписать вот так где-то тут вот так вот его вот так опустить и вот здесь косточки или ниже наверное надо ставить вот этот лошадь чтобы ниже была рика или больше рика но это надо уже экспериментировать я уже не буду в этом плане продолжать в принципе то что получилось в принципе я доволен где-то что-то конечно вот какие-то косточки это косяка тут дают но это все поправим лошадь возвращаем душу назад и лок рот что-то как в принципе нормально бежит можно это все дело использовать все всем пока до свидания